Торговые центры, кинотеатры и другие объекты в Якутии проверят соблюдение правил пожарной безопасности. В Мернинском районе три охотника получили 100 тысяч рублей, за что примировали мужчин. Расширить границы творчества в Алёкминском районе откроют школы мастерства. Это новости в прямом эфире в студии Юлия Великодная. В торговых центрах, кинотеатрах и в других объектах массового скопления людей Якутии проведут внеплановую проверку пожарной безопасности после трагедии в Кемерово. Такое поручение правительству дал руководитель региона. Сегодня утром Егор Борисов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он отметил, что потрясен трагедией. По числу жертв Кемеровский пожар один из семи крупнейших за 100 лет. Количество погибших во время пожара в торговом центре Кемерово достигло 37 человек. Пропавших без вести 64, еще 84 человека пострадали. Об этом сообщили в МЧС России. На месте пожара работают 663 человека и 123 единицы техники. Глава МЧС Владимир Пучков поручил проводить только наружную проливку здания. Также напомним, что по факту пожара возбуждено уголовное дело под трем статьям. Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре города начался во второй половине дня воскресенья. Сигнализация пожарная в магазине «Торговая вишня» не работала. На тот момент уже свет в магазине был погашен. И получается, я и многие другие люди, которые пытались помочь гражданам, поднимались наверх и помогали людям спускаться. Это там и дети, и взрослые, они выбегали все в майках, но не в куртках, просто в чем были, находились там в здании. К другим темам. На Нерингринской ГРЭС стартовала ремонтная кампания. На нее планируют затратить свыше 450 миллионов рублей. Средства будут направлены на ремонт оборудования Нерингринской ГРЭС, Чульманской ТЭЦ и магистральных тепловых сетей. Работы начнут в марте и завершат к началу отопительного сезона. Всего в ходе программы проведут ремонт на 47 единицах основного и вспомогательного энергооборудования. В Мернинском районе по результатам отстрела волков, три охотника получили премии главы района. Общая сумма вознаграждения составила 100 тысяч рублей. Мужчины добыли наибольшее количество хищников. В этом году в районном бюджете заложена такая же сумма. Об этом сообщили на совещании в администрации района с представителями родовых общин, Комитета охраны природы и общественности в рамках Дня охотника. Также на встрече говорили о неукоснительном соблюдении компаниями и недропользователями природоохранного законодательства и поддержке родовых общин муниципальным образованием. К другим темам заброшенные могилы мирнинских первопроходцев оказались в зоне будущего строительства. Земельные участки в 25-м квартале предусмотрены для распределения многодетным семьям. Сейчас там вовсю идет расчистка территории. Знают ли городские власти о захоронениях в этой части Алмазной столицы и что намерены предпринять, узнавала моя коллега. Сергей Курмас еще с детства знает, что на этом лесном участке в сторону третьей фабрики есть заброшенные могилы. Они принадлежат первопроходцам Алмазной столицы. Это можно понять по табличкам на них. Обнаружилось, что у нас здесь есть кладбище. Здесь начались строительные работы какие-то. Я думал, что кто-то об этом знает, но по вероятности никто ничего не знал. И сейчас хотел бы я уточнить, что будет с этим кладбищем. Вот одно из захоронений первых строителей Алмазной столицы. По словам местного жителя, на этой территории их около 40. На этой территории местные власти решили выделить земельные участки многодетным семьям. Уже началась подготовительная работа. А знают ли в мэрии о заброшенных могилах? С этим вопросом и обратились в городскую администрацию. Действительно, есть захоронения старые. Они безродные. Там стоят только старые кресты. К сожалению, фамилии и имен сейчас выявить нам не удалось. Вот. Часть захоронений в свое время мы также подчерпывали информацию. Родственники перенесли на городское кладбище. Ну а, по-видимому, кто-то уехав из города, все-таки вот этого не сделал. Поэтому мы об этом знаем, об этой ситуации. И прежде чем мы будем благоустраивать данную территорию, мы, конечно же, захоронения эти планируем перенести на городское кладбище. Также первый заместитель главы города Степан Медведь подчеркнул, что на местах старых захоронений жилых строений не предусмотрено. Там запланированы проезды или лесной сквер. Мария Урцева, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». В Якутске завершился седьмой православный съезд молодежи. В этом году в нем приняли участие более 200 школьников и студентов. Традиционно это представители Алдана, Нерингри и столицы республики. В течение трех дней они участвовали в различных тренингах, семинарах и круглых столах. Также одно из главных событий – встреча молодых делегатов с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Разделившись на группы, участники съезда провели встречи с воспитанниками детских домов, школ-интернатов города. А на заключительном мероприятии презентовали свою работу. Помимо этого посетили исторические места столицы и музеи. «Знаете, они всегда вдохотворяют. Всегда, во всех случаях. Что-то новое узнаешь из истории. Даже тот сегодняшний исторический парк, который мы увидели, который инновация так далеко шагнула вперед, что очень это хорошо. И я даже поняла, что многим теперешним ученикам это очень повезет смотреть, видеть даже наглядно в таком 3D даже виде». В Тампонском районе заботятся о будущем детей, социальная защищенность выпускников и получение рабочей профессии. Вот главная задача Центра дуального образования. Наши корреспонденты продолжат. Здесь школьники с 8 класса параллельно со средним образованием получают профессиональное образование. В течение трёх лет обучается на швею оператор ЭВМ повара третьего разряда. А чтобы стать водителем категории «Б», нужно учиться 4 года. С 2009 года действует филиал Центра в Джабарикихаинской школе, где учащиеся получают специальность секретарей машинисток. В 2016 году открыто парикмахерское отдело, куда пришли 20 девушек. У всех была одна цель – научиться делать прически от простых до самых сложных, которые они поэтапно практикуют на занятиях. «Чем лучше ты будешь это делать, тем лучше к тебе будут ходить люди. И мне кажется, это приоритет, что у них будет дополнительный заработок». Десятиклассница Жанна Тарабукина – одна из первых записалась на парикмахерское отдело. Сейчас она даже помогает родителям сэкономить семейный бюджет. Делает младшим сёстрам прически на праздники. Да и на себе с удовольствием применяет полученные навыки. «Уметь стричь, уметь заплетать, делать различные прически – это тоже своё искусство. Это не тяжело, если научиться. Поэтому я пришла сюда научиться этому». Из года в год среди самых востребованных специальностей остаётся водитель категории «Б». С 2015 года в центре на водителей стали обучаться и учащиеся тампонской гимназии. Все выпускники вместе с аттестатом смогут получить свидетельство о профессиональном образовании. И всё это бесплатно. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Расширить границы творчества и открыть школы мастерства. Такова задача семинара, проведённого в Олёкминском районе управлением культуры. Первый шаг – открытие школы в селе Улахан-Мунку. Тему продолжат наши корреспонденты. В этот день в клубе села Улахан-Мунку было очень оживлённо. На столах красовались изделия мастериц. Повсюду яркие национальные костюмы. Семинар-практикум, организованный управлением культуры, собрал не только работников этой сферы, но и мастериц. Школа мастерства и ремесла. Мы хотим, чтобы придумали народное творчество. Он постоянно действовал и собирал мастериц, мельцев нашего района. Не только рассказать, но и сразу приступить к реализации. Здесь же развернули мастер-классы по ряду направлений. Лоскутное шитьё, работа с костюмом волосом, сутаж. Каждый вид творчества нашёл своих ценителей. Это самое простое, а эти сложные. Вот научил. Отсюда я начну. Всё больше становится желающих не просто полюбоваться, но и самим приобщиться к рукоделию. Радует, что те, кто уже овладел тем или иным видом, с удовольствием делились знаниями. Нас учили ещё годы, наверное, 4-5 тому назад. У нас мастер-класс был. Так приезжали знамцы в Карамзина на статье. И вот с тех пор мы очень вообще занимаемся. Вот сегодня очень много народу интересовалось. Вот даже видите, рекламируют, одевают, примеряют. Это всё очень интересно. Вот по этим вещам тоже очень много народу подходило. Школы мастерства планируют сорганизовать по всем наслегам. Пригласить на них и известных мастериц. Талантов на Алёкминской земле много. Задача – помочь им раскрыться. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. Новые имена и зрелищные схватки. В столице завершился чемпионат республики по боксу. 142 участника боролись за звание лучших. А также, как и борцы в Чурабче, за путёвки на седьмые спортивные игры народов Якутии. Финальный день соревнований оказался самым напряжённым и непредсказуемым. Продолжит тему Сырглана Захарова. Пять соревновательных дней, 20 финалистов из 142 претендентов и только 8 путёвок на главный республиканский старт года – седьмые спортивные игры народов Якутии в Амге. Финальные схватки открыли бойцы Асим Ахметов из Горного и Борис Сидоров из Чурабчинского улуса. Встреча завершилась уже на первом раунде. После прямого попадания боксёра из Чурабчи, секундант Ахметова остановил бой Сидоров, одержал досрочную победу и стал первым чемпионом дня. Дальнейшие бои оказались не менее захватывающими. В 52 килограммах победу одержал один из перспективных участников – воспитанник училища Олимпийского резерва Николай Григорьев. Фаворит турнира, чемпион мира среди студентов Дарман Кутубеков встретился на ринге с представителем Сунтарского улуса молодым спортсменом Михаилом Варламовым. После первого раунда лидер соревнований отказался продолжать бой. Как оказалось, днём ранее он получил травму руки. В полуфинальном бою, во время боя, во втором раунде, у меня хорошее попадание было. И я выбил указательный средний пальцы, двух правой руки. И сегодня получается то же самое хорошее попадание. Это спорт нормальный, и такое должно быть, без этого никак. Это не последний бой, не последнее соревнование. Мы раньше боксировали, знали, как он боксирует. Ну, нормально, он всегда сильный был. Бокс – это бокс. Сейчас будем настраиваться, тренироваться, идти дальше. Стоит отметить, что Кутубеков на этом чемпионате поднял вес с 56 до 60 килограммов. Позже спортсмен признался, что в этой категории ощущает себя не совсем комфортно и вернётся свой предыдущий вес. Однако ошибки быть не должно на кону билет не только на Игры народов, но и чемпионат России. После финального боя будем сформировать команду сборной республики Саха. Это будет не полностью, но где-то будет замена. Потому что в июле месяце я должен показать состав сборной республики Саха чемпионата России, главный тренер сборной Российской Федерации. Напомню, что чемпионат страны пройдёт в Якутске этой осенью. Такое решение было принято ещё в конце прошлого года. Якутия как организатор сможет выставить одну команду для участия, а также дополнительно подготовить ещё шесть боксёров. Они будут бороться за место в турнире индивидуально. Саргалана Захарова, Илья Сарамятников, Якутск. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами.